В доме по Московской 21 Елена Ивановна живет 20 лет. Все эти годы в доме находится и помещение, которое стоит пустым и заброшенным. Одна из его комнат располагается над общедомовым арочным проходом. И из-за того, что слив сломан, вода во время дождей льется прямо на голову прохожим. Зимой здесь образовываются сосульки, а на крыше толстый слой снега. Но никто убирать их не спешит, ссылаясь на то, что помещение над проходом частное. А значит, уборка этого участка не в компетенции коммунальных служб. В прошлом году, в прошлую зиму пришлось обратиться из-за того, что прямо мне лицо, даже осколки этих сосульков, даже глыбы, можно сказать, не сосулька, а глыбы, снегом смёрзшегося, упало мне даже на ноги. Ещё чуть-чуть, говорю, полшага мне было сделать, и было бы в голову, разбило всё. Причём коммунальные службы не чистят от снега и льда, и сам проход к арке. Жительница дома обращалась к руководству города. Но там ей сказали, что хозяина помещения никто не знает. Но в июле всё-таки нашли владельца и обещали исправить ситуацию с заброшенным помещением. Зимой проходят опасные зоны. Это красная опасная зона всю зиму. В ЖКХ Картамонову сказали, в курсе дела, нашёл хозяина. Я говорила, говорю, с ним хозяина нашли, а что ж не делают. Обещали сделать, но обещание, может быть, ещё три года будет. Мы направили запрос в администрацию. По официальному комментарию, в зимнее время очистка кровель от снега находится всё-таки в полномочиях управляющей компании. Если работы не производят, то следует направить подтверждающие фото и видеоматериалы на электронный адрес, который вы видите на экране. Или позвонить по телефону 977-29. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.